Диалоговая площадка, посвященная 30-летию Института Президентства, состоялась в конференц-зале гостиницы «Беларусь». Участниками стали представители здравоохранения. Это врачи и медицинский персонал Пинской центральной поликлиники, Драгичинской и Малорицкой районных больниц, Брестковообластного психоневрологического диспансера, Городской детской поликлиники номер 3 и номер 1, Детской областной больницы и Ивановской центральной районной больницы. Диалог начался с обсуждения значения Института Президентства для молодого суверенного белорусского государства. Итогах 30-летнего развития нашей страны с момента первых выборов и преемственности поколений, как один из главных факторов сохранения мира и спокойствия. Мероприятия, которые сегодня проводятся областным комитетом работников здравоохранения, совместно с главным управлением по здравоохранению, нацелены на молодежь, на профсоюзных активистов, на молодых специалистов, которые пришли работать в систему здравоохранения в последние годы. И цель наша – донести ту информацию, которая актуальна в свете изменений за 30 лет Института Президентства. Потому что молодежь должна знать свою историю, когда она будет понимать процессы, происходящие в обществе и ценить то, что имеет. Рассказывая значение Института Президентства, аналитик Белорусского института стратегических исследований Сергей Жук сделал акцент на то, что благодаря ему сегодня белорусское общество строит современную мирную Беларусь, спокойно идя по пути созидания прогресса. Отрадно, что молодое поколение это понимает, а потому и встреча такого формата в удовольствие. «Мероприятия такие очень интересные, очень важные. Это как способ показать себя, способ эмоционально разгрузиться, во-первых. Ну, во-вторых, здесь с таким патриотическим уклоном мероприятия будет возможность донести информацию, которую мы получили здесь, в наши коллективы, рассказать и в том числе подрастающему поколению, в которых к нам пришли молодые специалисты, эту информацию, ну и укреплять, как говорится, нашу деятельность, наши программы социальные, ну и в основном для того, чтобы объединять, объединить коллектив на дальнейшее хорошее достижение». «Темы очень актуальны, учитывая, что сейчас 30 лет президенту. Мы вообще любим интеллектуальные игры, это помогает нам расслабиться, отлечься от нашей основной работы, получить заряд эмоций, пообщаться. В общем, это замечательно, что наш обком устраивает такие игры, и вообще мы не только в областных любимых районах участвуем, поэтому это замечательно». Выступая перед надработниками Брещена, Николай Сказкевич рассказал членам первичек о становлении системы здравоохранения, а также остановился на материально-технической базе лечебных учреждений. Он отметил, что за 30 лет она претерпела кардинальные изменения. Модернизируются имеющиеся и строятся новые объекты системы здравоохранения. Тем самым создаются комфортные и безопасные условия труда медработников и пребывания пациентов. «В этом году у меня 30 лет профессиональной деятельности. Я в 1994 году закончил медицинский институт, и все эти изменения происходили у меня на глазах. Я непосредственно участник этих событий, и они в памяти свежи. Мы должны рассказать молодым специалистам, нашей молодежи, в каких условиях приходилось работать их родителям, в каких условиях приходилось функционировать в системе здравоохранения. И та материально-техническая база, та заработная плата, которую сегодня имеют медицинские работники, конечно же, достойны уважения и благодарности и президенту, и правительству, потому что, конечно, у нас есть с чем сравнить». Лекции продолжились областным интеллектуальным чемпионатом «Беларусь современная». Он состоял из двух этапов. Первый провели в формате телевизионной игры «Своя игра», второй – в формате брейн-ринга. Сыграли 66 интеллектуалов, 11 команд работников Организации здравоохранения области. Гран-при своей игры и первое место брейн-ринга увезла домой команда Ивановской центральной районной больницы.